Здравствуйте! Расскажу о проблеме, которая часто встречается у многих духовиков, в частности, трубачей. Когда застревает мундштук в трубе. На данный момент у моего товарища упала труба вот таким образом вниз мундштуком прям в пол. И мы весь вечер пытались достать, ни у кого не получалось. И я приехал домой с этой трубой, так как он забрал мою. И тоже не смог вытащить. Пробовал нагреть, охлаждать мундштук, ничего не помогало. Бил всеразличными способами, пытался доставать щипцами. Естественно не поранив мундштук при этом, то есть обматывал тряпкой. Опять же ничего не помогало. ВД-40 правда я не мазал, но не знаю, мне кажется, может быть и помогло. В общем, до чего я додумался, когда уже совсем отчаялся. Все на самом деле очень просто. Мы берем тряпку, обматываем вокруг застрявшего мундштука. Таким образом. Желательно в несколько слоев ее сразу сделать, эту тряпку, чтобы было как можно мягче, когда вы будете бить скалкой, чтобы не дай бог мундштуку и трубе никаких повреждений не сделать. Потом берем обычный вот такой вот хомут. Этот хомут можно купить в любом строительном магазине. В основном он продается в электроприборах, в электроприборах товаров. Ну, в общем, вы поняли. Для связки проводов. Ну, они достаточно прочные и их используют в различных целях. Вот так плотно прижимаем к мундштуку тряпку и затягиваем хомут. Но не до конца. Объясню, зачем. Нам нужен второй хомут. Вы поймете тоже зачем в дальнейшем. И вставляем вот таким образом, просто пока не затягивая. Вот. Затягиваем этот хомут и затягиваем как можно сильнее. Очень сильно, для того чтобы, ну естественно, не нанеся вред трубе. Достаточно сильно затянем. Вот так вот. Дальше. У нас остался второй хомут. Эту часть мы обворачиваем вокруг какого-нибудь предмета. Ну, к примеру, ножки стола. В данном случае у меня такая ситуация была. Я вокруг ножки стола обмотал таким образом. Да, вот. Сюда идет ножка стола. И затянул. Соответственно, я просто уперся ногами в этот стол. Взял скалку. Сейчас, где моя скалка. Взял вот такую скалку и оттягивал трубу на себя. Вот. И потихонечку постукивал скалкой. Потихонечку. Потому что тут пайка. Их тут две. Эску, чтобы не поранить, чтобы не сбить, не дай бог, лак с эски. И аккуратненько бьем и по соединению. И вот так по моему штуку. И через буквально секунд 30 таких манипуляций у меня вот штука выскочила с трубы. Вот. Желаю всем, чтобы у всех также легко все получилось. Спасибо.